Историческим событием ознаменовалось завершение лета, ведь с 1 сентября 2024 года Российская Федерация по сути ввела санкции против самопровозглашенной республики Абхазия. Это уже подтвердил недавно назначенный глава де-факто Абхазского МИДа Сергей Шамба. Они уже начали осуществляться с 1 сентября. Остановлено, как вы знаете, уже некоторое социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочего. Ну, это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам. В общем, теперь Россия не будет оплачивать зарплаты абхазских бюджетников, что является огромным ударом для непризнанной территории, экономика которой на 100% зависит от российских дотаций. А если еще к этому добавить то, что и электричество придется оплачивать по стандартным ценам, то для Абхазии, где и сейчас, спустя 30 лет после войны, ежедневно отключают свет и население которой в массе своей живет в нищете, подобное будет, если не катастрофой, то очень ощутимым ударом. В связи с этим, де-факто, президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, дабы, так сказать, порешать вопросы. Об этом, опять же, сообщил Сергей Шамба, который также упомянул и вопрос отношений России с Грузией, подметив, что с его точки зрения Россия не станет отзывать признание Абхазии. Помимо этого, Сергей Шамба признал, что Россия в данный момент Абхазии явно недовольна. Мы не знаем, как будут развиваться взаимоотношения России и Грузии. Я-то считаю, что в наших интересах, чтобы они нормально развивались, потому что я не верю в то, что Россия может отозвать признание независимости. Ну, как бы у нас здесь не сложилась такая ситуация, когда людям трудно будет выживать вообще самостоятельно. Вот этого нужно, в первую очередь, бояться. А там, что Россия и Грузия когда-то установят нормальные отношения, я думаю, не должно нас пугать, потому что мирные взаимоотношения с соседями всегда приоритеты, мне кажется, в любого государства. Поэтому, если придет туда оппозиция, которая настроена конфронтационно, я не думаю, что это в наших интересах. Очевидно совершенно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников, и взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, и когда было признание Абхазии, какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет. Что же, вот мы и пришли к тому сюрреалистическому времени, когда Российская Федерация вводит санкции против Абхазии, и при этом не вводит санкции против подконтрольной официальному Тбилиси территории Грузии. В то же время Россия продолжает озвучивать комплементарную риторику в адрес грузинских властей, и высказывает недовольство деятельностью де-факто властей оккупированной Абхазии. Вот кто бы в такое поверил еще несколько лет назад? Это бы звучало как нечто невозможное, нереальное. Да что уж там, я бы и сейчас не поверил в это, если бы оно по факту не произошло. Каковы в данной ситуации цели РФ? Тут у всех разные предположения. Кто-то считает, например, что таким образом Россия готовит аннексию Абхазии, и из-за того, что лидеры сепаратистского режима в Сухуме саботируют данный процесс, их наказали. Мне лично тема с российской аннексией Абхазии кажется маловероятной. России эта территория в своем составе, в общем-то, не нужна. Она и так всецело подконтрольна РФ, как политически, так и экономически. Если бы был план по интеграции ее в состав России, это бы можно было сделать уже давно. Вспоминаем тот же Крым. В случае же Абхазии, как и Цхинвальского региона, Россия даже до последнего не хотела признавать их в статусе отдельных государств. Сделала это только в 2008 году, после войны, дабы усилить давление на Грузию. У Абхазии есть своя задача. Она служит как способ оказания давления на Грузию и принуждения Грузии к проведению той политики, которая устраивает Россию. Поглотить Абхазию в свой состав означает, что назад ее РФ уже не вернет, а это поставит крест на возможности адекватного диалога с Грузией. Интерес России не Абхазия и уж тем более не так называемая Южная Осетия. Я часто говорю, что интересом выступает вся Грузия, которая бы проводила ту внешнюю политику, которая соответствует видению РФ. России нужна лояльная Грузия, которая не идет в НАТО, которая не позиционирует себя как анти-Россия, которая готова открыть все коммуникации, которые, кстати, главным образом идут через Абхазию и так далее. Вот чего хочет Россия. Грузия, несмотря на свои крайне ограниченные возможности, все-таки является субъектом мировой политики. Абхазия нет. Абхазия это просто инструмент, которым Россия манипулирует так, как ей хочется. Ради чего поглощать Абхазию в свой состав. Она не является для России настолько важной территорией. Для Грузии очень важной. Для России это просто инструмент. Да, Абхазия нарушила определенные планы Российской Федерации, связанные с эксплуатацией данной территории. Но, откровенно уж говоря, не настолько серьезные для Кремля деньги там крутятся. На этой территории, в ее нынешнем ужасном и запущенном состоянии, в принципе, больших денег не водится. Если посмотреть на экономические показатели Абхазии по типу бюджета и ВВП, то чисто с экономической точки зрения тот же Бедзина Иванишвили мог бы ее просто купить, если ему ее реально бы продали. У него на это денег хватит. А что говорить о российских высоко поставленных лицах? Они так переживают о том, что апартаменты пока не могут построить, или о том, что дачу в Питсунде им не дали. Да и можно подумать, что это первый случай, когда представители нелегитимного режима в Абхазии не выполнили какие-то обязательства перед Россией. В Кремле все понимают, что Абхазия это просто черная дыра для дотаций. Бабки вливают ежегодно, эти бабки расходятся по нужным карманам, а сама территория, как была в ужасном состоянии 30 лет назад, так в нем и находится по сей день. Хотя в центре Сухуми несколько новостроек возвели, это да. Нет в Абхазии никаких серьезных экономических интересов России. Это настолько мелочно и несерьезно, что на это просто никто не обращает внимания. Нельзя исключать того, что такое вот наказание связано в том числе с тем, что абхазские де-факто власти посмели проявить не стопроцентную лояльность. Абхазия для России это просто покорная колония, которая должна послушно выполнять все то, что ей скажут. И когда с абхазской стороны слышится хотя бы тихая и неуверенная, но все-таки нотка несогласия, то это, конечно, в Кремле воспринимают как непозволимую для колонии роскошь. У Абхазии нет права на то, чтобы говорить России, чего она хочет, а чего нет. Она имеет право лишь исполнять приказ. Главное, чтобы Абхазия выполняла ту задачу, которую от нее требует Россия. А именно препятствовать процессу какой-либо интеграции Абхазии обратно в Грузию до тех пор, пока Грузия не наладит диалог с Россией. То есть тут все упирается не столько в поведение Абхазии, сколько во внешнюю политику Грузии. А что сейчас делает Грузия? Можно ли сейчас назвать Грузию прозападной страной? На общественном уровне, особенно если речь идет о молодых людях в Тбилиси, да, 20 лет информационной повестки о необходимости европейского пути не могли пройти бесследно. На государственном уровне я бы уже не назвал Грузию прозападной. Да, в Конституцию вписано движение в ЕС и НАТО. Да, есть статус кандидата. Да, по всей стране висят флаги Евросоюза. Но Грузия сейчас отказывается от одновекторной прозападной политики. Ибо эта политика себя не оправдала в контексте постсоветских стран. Много красивых обещаний, которые не то чтобы кто-то стремился исполнять. При этом постоянный риск военной агрессии со стороны России, которая как ни крути, находится по соседству. Гарантии безопасности никто не дает. Однако требуют более жесткую политику в отношении России. Взяли бы в НАТО и требовали бы после этого, вопросов бы не было. Но в НАТО Грузию не берут, потому что не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии и эскалировать отношения с Россией ради Грузии. И в Грузии на государственном уровне, особенно после начала большой войны в Украине, стали очень серьезно учитывать исходящие от Российской Федерации риски в купе с бездействием Запада, который не готов быть гарантом реальной безопасности. И Грузия теперь не опирается на Запад. Грузия анализирует. Вот ввели мы одновекторную политику, надеялись на Запад. И что получили? Россия пришла к нам войной, никто нас должным образом не поддержал. И никто ради нас с Россией никаких контактов не прерывал. Ни одной санкции не ввели. Даже для вида. В то же время есть наш хороший сосед Азербайджан, который по большому счету проводит политику равноудаленности от всех центров силы. Не ссорится ни с одной из крупных империй, хотя граничит аж с тремя. С Россией, Турцией и Ираном. Каков итог? Единственная страна постсоветского пространства, которая восстановила территориальную целостность. И будем уж честны, с точки зрения внешней политики, это сейчас наиболее стабильная и крепко стоящая на ногах страна Южного Кавказа. Есть в чем брать пример соседа? Думаю, что есть. Далее Грузия смотрит вокруг, видит, что географически совсем не является западом, а значит надо учитывать свое географическое положение и те риски, которые оно создает. И понимает. Вот у нас по соседству есть Россия, которая уже оккупирует часть нашей земли, которая прямо сейчас ведет войну в Украине, и мы видим, как далеко она может заходить в своем желании принудить соседнее государство к диалогу на своих условиях. Также у нас есть граница с Турцией, не менее важной и большой страной. В нас заинтересован Китай, который продолжает наращивать мощь и, конечно же, нельзя откидывать фактор Запада, у которого также имеются свои по Грузии интересы. И что сейчас происходит? По отношению к России проводится очень аккуратная и сдержанная политика. С Турцией куча инфраструктурных и экономических проектов. Китай будет строить стратегически важный порт Анаклия. Анаклия. Ну, а западное влияние снижается, не пропадает, оно останется. Просто его уже будет намного меньше, чем раньше, ибо политика одновекторности уходит в прошлое. Территории под оккупацией удерживает Российская Федерация. С Российской Федерацией имеется прямая сухопутная граница. И тут включается чистый прагматизм и понимание того, что если не замотивируешь Россию отдать тебе эти территории, то она этого никогда не сделает. И что мы сейчас видим? Грузинская мечта руководит страной уже на протяжении 12 лет. Они успели зарекомендовать себя, как люди очень осторожные и сдержанные, не идущие ни на какую эскалацию, не делающие ничего того, что слишком бы противоречило российским интересам. Дальше случилась война в Украине. На Грузию началось давление по теме того, что она должна вести жесткую антироссийскую политику, ввести санкции и так далее. При этом никого не волновало то, что у Грузии есть граница с Россией, что Россия может сюда прийти войной еще раз и просто все уничтожить, превратить Тобелиси в Мариуполь. И если бы Грузия делала что-то, что России бы сильно не нравилось, такой сценарий мог бы нас ждать, ибо, опять же, НАТО не желает взять на себя ответственность за предоставление Грузии реальных гарантий безопасности. Если бы Грузия ввела какие-то персональные санкции против РФ, то пострадала бы грузинская экономика, а не российская. Это тоже надо понимать. В общем, Грузия в этой ситуации, тяжелой ситуации, выбрала нейтралитет. И в России на это все смотрят и делают выводы о том, что с грузинской мечтой можно договариваться. Дальше мечта, если верить их предвыборным лозунгам, намеревается через суд запретить партию Михаила Саакашвили и тех, кого они считают его сателлитами. Опять же, для грузинской мечты нацдвижение такой серьезной угрозы уже давно не представляет. Тогда ради чего они будут его запрещать? Я вижу одно объяснение. Они считают, что это понравится России. А возможно и лично Владимиру Путину, который очень не любит Михаила Саакашвили. И тут выходит ситуация, что грузинская власть посадила Саакашвили, запретила ему и его сторонникам официальное участие в политике, то есть лишила его шансов вернуться к власти. И еще заявляет, что в войне 2008 года виноват Миша. Эта ситуация, конечно, тоже может вызывать настороженность. Ибо, если получится прецедент запрета политических партий, то насколько это развяжет властью руки? Тем более в контексте того, что у них не будет серьезной политической конкуренции. При всем своем антирейтинге единое национальное движение самая крупная оппозиционная партия в стране. Больше никто из оппозиции таких цифр на выборах не набирает. То есть мы фактически получим однопартийный парламент, в котором есть партия власти, имеющая абсолютное большинство, и какие-то мини-партии, набирающие пару процентов на выборах, которые невозможно расценить, как реальных конкурентов мечте. Но это внутренняя политика. А еще есть фактор политики внешней. И в контексте внешней политики рождается следующий вопрос. Как Россия оценивает подобного рода риторику и действия грузинской мечты? Я думаю, что резко положительно. Они и не отрицают, что в их интересах, чтобы мечта сохранила власть. А грузинская мечта одновременно и реализовывает свои внутриполитические интересы, и направляет сигналы в сторону России, как бы давая понять российскому руководству, что готово договариваться. В Москве явно следят за действиями Тбилиси, и зачастую отвечают зеркально. Нынешняя ситуация вряд ли является исключением. Вот эта показательная порка Абхазии может быть в том числе одним из жестов лично в адрес Бедзины Иванишвили, особенно перед выборами. Этот жест вообще не дает никаких гарантий того, что Россия реально возьмет и вернет Грузии ее территории. Однако в Кремле же понимают, что с каждым годом Иванишвили будет сложнее держать власть и побеждать на выборах. А он ведь такой удобный, понятный, готовый к диалогу, еще и нишу из грузинской политики выкидывает. Хорошо для России, чтобы такой человек продолжал руководить Грузией. Как минимум, он для них меньшее из двух зол. А что ему нужно для того, чтобы как можно дольше сохранять власть? Нужно возвращение оккупированных земель. И вот тут уже включается потенциальная возможность переговоров по наиболее принципиальному для Грузии вопросу. А именно, по вопросу территориальной целостности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok